Глобализатор Бизнес инкубатор Что ты думаешь? Весь мир живет с точки зрения Глобализатор Глобализирует все Поэтому глобализация Бизнес инкубатор У нас тема одна Бизнес инкубатор Бизнес инкубатор Отлично Мы сейчас сидим здесь и генерим идею Что такое бизнес инкубатор Бизнес инкубатор Но посредством общения Будут возникать Какие-то новые темы и интересы Которые можно потом переложить на бизнес процесс У каждого здесь есть ролик Кто-то будет перекладывать Это как некий центр Площадка, куда собираются люди Давай сначала правила Стражим Потом мы уже поехали Потом будем нарезать Потому что они достаются Да? Да, это народный Хорошо, финансист Прикольный финансист Есть у кого что сказать Исходя из его роли И из его позиции Что он может сказать Я мастер Давайте идеи Вот у меня руки Давайте я буду делать этими руками Платите мне деньги У меня бригада есть Будем воплощать проект Вот моя бригада И сейчас мы хотим услышать И вам бизнес инкубатер Показать немножко Как продавец Как продавец Идеи бизнес инкубатера Как продавец идеи бизнес инкубатера Можно сказать Как продавец Как продавец Как продавец В горах Туннель Как продавец Ты заезжаешь На поезде В город У тебя письмо Отличная Добавляция Смешается Ты Проживаешь В этот момент И выходишь А там все по-старому Но тебе больше нравится Потому что так что Этого не было И вот И бизнес инкубатер Это такая же Растекает В зависимости Человеческие Финансовые Идения И выходят Оттуда Уже Несушественные Там Они все Перемалываются Перед ногой Салат Смешивается Вот Котлета Котлета Вот это точно Финансир Что думает По поводу всей этой идеи? Это критика Смотри Ну я денег не вкладываю Знаете что я Главный Тебе много денег Мольше вариаций Мне нужны веские Аргументы Что Маркетолог может представить Аргументы Вопрос Вопрос То есть Маркетолог Это же Могика То есть Могика Существует Могика И Могика Могика И Могика И Могика Могика Существует Многие Твои Существуют Могика 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 Мог下面 Если средства не имеются средства, вы не хотите создать какого-то, понимаешь? То есть вы работаете на своем капитале, а то добавьте 100% Сумный процент Давай, давай, вопрошайся Знаете, я вот за 7 лет работаю со стартапом ... ... ... ... Мы ищем какой-нибудь чужой Это проект, который принесет финансисту, что он продавит. Финансисту, знаете, это жемчужина, логическая модель продаж. Аркет это продаж, а потом много это логично. Мне кажется, что финансисту с маркетом лучше поговорить. А кто вы? Это я могу обращать. Расчет. Расчет. У нас есть управленец проекта, который ведет этот проект. У нас бизнес-инкубатор. Собственно, это предприятие такое рискованное, как, в принципе, любой стартап. То есть результат не предопределен, потому что это инновационная программа. Основной продукт, который это инновационное искусство, это социальные технологии, интеллектуальная собственность и реализация технологий на практике. То есть это тот продукт, который мы будем использовать. То есть собираем у людей инновационную инновационную, генируем какую-то технологию социальную, отрабатываем ее тут же на полигоне без инкрубатора. И, соответственно, делаем оценочную стоимость этого интеллектуального продукта. И вот этот продукт, чтобы справиться в систему, по ее реализации. Пересаживаемся. Снижаемся. А может, кусочки просто менять заходят? А, давай, кусочки. По кругу, по кругу. А я хочу в ту сторону. Все будут. Политик, а что думает политик по поводу этого? У нас уже новая политика. Ну, надо разобраться, политик он патриот или пятая колонна. Ребята, у вас есть роли. Вы сразу включаетесь на группу. Вы сразу от символ цените группу. Это вы самые плохая сротемия. Если я принадлежу, вы должны мне доказать, что это дело прибыльное. Я должен быть. И пока вы это не доказали. У кого для вас будет самым лучшим на хозяйстве? Если я финансист, я стану главным вредом. Ну, уже был целый вопрос. Он задается актуально. Вы хотите просто на деньгах взывать деньги, либо вы хотите создать и по-каку, а по-вашему, финансисты, что делать? Вы делаете только деньги? Нет. Вообще нет. Сколько трудных? Смолон. Деньги посреди сюда. Не меня. Финансисты. Лично нет. Ты не начинал. Хорошо. Да, только деньги. Только навар. Давайте, где мой навар? Показывай. Какой форме вам предоставить? Ладно. Какой форме? Деньги у меня. Вам не сын денег. Самый лучший форме. Вы полкур предлагаете? Представь, что я не вред. Я знаю, что я не вред. Я знаю, что я не предлогу, например, 25. А ты, может быть, мне рекомендовал 50-х годов. Я не отдалил. И пока условия не обсуждаю. Какую форму предоставить обоснование ориентабельности этого проекта? Я не знаю. А у нас есть человек, который отличается от предоставлений информационного проекта? Кто вообще должен дать этот ответ? Общий ответ. Аркетолог может дать такой ответ? По этой свободности. Это продажа. Политика. Какая роль обосновывает ориентабельность проекта? Какая роль? Маркетолог должно... Маркетолог? Давайте посмотрим. Маркетолог. Маркетолог. Маркокрыночный экономик. Маркетолог. А кто маркетолог? Товарь, товар. Но продаем. Пока не висит. Какой продукт? Выясняем. Увидев социальных проектов. Меняющий жизнь по собственному курсу. Очень общие продукты, конвейеры, бизнес-проекты. Допустим, Косинский морской общественной организации, которая реально меняет жизнь этого района в лучшем. Ряд подобных проектов, только инновационных. Если сюда внести мой бестопливный источник электроэнергии, и запятать здесь всё от него, он будет уже инновационным яхтубом. И подобные проекты мы собираемся выпускать в потоках. Бизнес-инкубатор из себя представляет именно такой контейнт. Ребята, тут вы знаете, конечно, целевая аудитория. Как вы мне отдали? Так, евреи. Значит так. Мы без своих денег всё сделаем. Понятно? Чай. Кстати, я чай. У нас есть ресурсы, у нас есть капитал. У нас есть человеческий капитал. У нас есть ресурсный капитал. Мы их соединим. У нас есть молодёжь активная. Мы им дадим занятость. Они закачаются. Внедрят всё. Проводируем. Это и есть политика. Это и есть затраты, ресурсы. А что для этого будет иметь Айву? А мы без денег. У нас устанавливаем. Мы отказываемся от денег. Что делать? Если мы его сделаем? Людям не нужны. Кто за то, что будет финансиста из корпорации? Нет. Надо сверить ресурсы сначала. Финансист нужен в будущем. Может быть, это потребуется маркетологу. Нет. Ребята, такие вопросы к вам. Для продвижения. Таким нам не нужна пока еврейская помощь. Что сделает финансист? Что сделает финансист? Финансист нужен. Он в будущем будет... Для расширения, да? Мы будем... Это производство. А я продавец, я продавать должен. Товар давай, товар я буду продавать. У меня вопрос, товарищи Украшевцы. Что нам сейчас? У нас дело вошло. То есть я создал эту систему, поэтому не нуждаюсь финансировать, потому что если сама система нам уделяет, то это капитал, то есть вот финансирование, которое занимается не таким-то хорошим, а люди, которые надо инвестировать, мы можем делать, а мы покажем, что это ценно. Потому что это ценность, ценность у человека не как один, и как самодушность, как механизм, когда люди взаимодействуют. Когда человек один, он что может? Ну как? Ну как? Так что же нам нужно? Что же нам нужно сделать? Сделать, что будет делать? Ну что? Просто объединиться. Что делать сейчас? Ну правильно, да. Каждый человек имеет потенциал, что может быть. Например, если один человек занимается тем, что он может, он не создаёт. Каждый из нас имеет потенциал. Но если вы себя понимаете, то если вы просто говорите, то я создаю условия, когда люди действуют сообщенно. Да, я согласна с согласием с товарищем управленцем, завтра у нас в каждом районе будет открытый футбик, когда вы можете прийти, вам дадут карточку, вы заполните архетку, и тогда мы в нашем государстве сможем понять, что у вас есть, какие счета, какие ресурсы, и потом мы вас соединим. Что глобалист? Глобалист. Нет, мы не исключили. Глобалист. Что глобалист, думаю, это во всем этом? А вот это я и... Вот мы создали площадку, на которой выкнули все ресурсы. Глобалист. Почему. Глобалист? Глобалист. Да не мафия! Медлоким инвестором. Глобалист. Глобалистدا в принципе, мафида кого-то убивайся. Глобалист. Глобалист, там нет вопросы нациста. Инвеститор или геннадзитор? Глобалист. Глобалист считает деньги, а вместо дает? Да, да, это разница с интересным продуктом. Какую нам нужно сыну, чтобы вызывать? Вот только присматривайте, не так. Они как-то все отец прошел, там такая фермерность. В принципе, вот как бы политику, это очень важно, чтобы... Я из некоторых слоями все это продвигать. Политику это было бы интересно продвигать, это не знаю. Да, вы не можете. Да, обсуждаем, вот здесь уже какие-то проекты эко-поселения. Ко мне еще никто не подошел с этими... Первый раз, вы тоже первый раз слышите? Да, да, я понял. Сейчас я с этими ребятами расскажу, потом я перезвоню. В общем, ребят, давайте собираться у меня в кабинете, поскольку я буду разговаривать с народом, нужно ли эко-поселения, о которых вы говорите. Давайте завтра собираться у меня в кабинете, будем решать, что и для чего вам нужно. Я вам пока никаких трудов, никаких денег не провожу. Извиняемся. Это бизнес-инкубатор, которым мы вкидываем идеи, пока она себя не стащит, потом кто-то выкидывает новую идею. То есть мы понимаем, что какие-то идеи, они начинают отваливаться сами собой просто в момент обсуждения. Это и есть бизнес-инкубатор. И вот та идея, которая у нас в конце концов возникнет, и которая всех затронет, и в каждой включится, вот из этой идеи что-то уже может получиться. Я как пооглашающее, как пооглашающее. Мне вопрос. Самое главное в проекте, вернее, снова, основной проекте, это сделать до конца. Можно на полути и остановиться. Часто множество факторов. Насколько каждый из нас учел все факторы, чтобы не остановиться на каком-нибудь этапе. Денег нет, они не поддержали, трава не было с вами, концентраты уже с ним. То есть насколько русский ум, как говорится, наш менталитет такой же. Давайте я расскажу. Я ответил, что будет прощающим. Дорогу осилит идущий. Дорогу осилит идущий. Мы уже освоили, а там мы еще в логичном. Который логичный, что мы думаем? Который логичный. Ваши проектные площадки. Яферинчик. Входи на курс моего шнока. Вперед. Давайте я скажу. Оборудование. Давайте я скажу. Ребята, вот смотрите. Сейчас рядом с нами находится бывшая трихотажная косинская фабрика. Сейчас я управленец. Все мы сдали под офис. Я предлагаю возродить производство, как это раньше было в Советском Союзе. Чтобы мы делали и качественный трикотаж, и качественные головные уборы. Любой вообще текстиль. Все производился у нас. Давайте вернемся и возродим производство. Для этого нужны деньги. Есть уже наработки. Причем есть уже даже станки. Все есть. Почему вы думаете, что китайская не будет покупать? Почему не у китайских? Почему мы должны у китайцев покупать, когда у нас уже есть оборудование осталось? Мы можем тоже с китайцем побороться. По цене. Ребята, вы мыслите шире. У нас технократия доказала уже, собственно, свою эффективность и влияние на народ. Поэтому пока мы сейчас занимаемся трикотажем, западные страны успешно колонизируют на всю планету. И поэтому я предлагаю вам сейчас на инструменты, сейчас абсолютно все доступные, делать то же самое, только с обратным зарядом, положительным. И любой здравомыслящий человек не делает никакого момента. Если ему глаза открыты, что будет увидеть, что происходит. Так вот я предлагаю поднять глобальную волну, которая у нас будет нести инновационный, нет, рост инновационных технологий, которые позволят сменить всю жизнь в пол, с точки зрения ментальность. Эти технологии это тоже позволяют нам уже сделать, после лет тех людей, которые это делали, и физически. Товарищ Болгалович, логизатор. Вы говорите очень абстрактные вещи. Волна глобальная. У меня есть конкретный бизнес-проект. Уже все, дело практически готово. Нам нужны только люди. С политикой мы договоримся. Мастера у нас есть, продавцы у нас есть, маркетолог, который сделает так, чтобы наша продукция пользовалась спросом, была дешевле, чем у китайцев. У нас прекрасный маркетолог, кстати, самый высокооплачиваемый косинок. Вы бизнес? Я управленец. Хорошо, вы же представляете бизнес? Представляю, да, за мной стоит крупный бизнес. Коухинская цель? Я несу ответственность и говорю, что мой проект заработает и даст прибыль. Помните? За время работ Абсолютно правильно. И мы будем нести социальную ответственность за эти проекты. Более того, если, значит, как наше предприятие станет успешным, значит, будем строить. Здесь детский садик построим рядом, да, построим стадион. Все у нас пойдет. Дети будут довольны, их родители тоже будут довольны. А вам, товарищ политик, еще близкие будут к себе. А я вам подпишу, ваше, как вы можете, если вы рассказывали, я буду к себе. Здесь специально? Здесь кинут социальные учреждения. Социальные учреждения. Хорошо. Давайте не будем просто так кидаться словами, там, три детских садик. Вот на школу у нас точно хватит, а на школу это точно есть, будет. Если производство заработает, у нас будет школа в районе, да? Вопрос, вопрос вопрошающийся. Да, у меня вопрос, что в космосе, у меня как бы, ну, похоже на предыдущие. Почему народ будет поддерживать вашу помощь? Я думаю, что это, да, российское качество. И это врата первой необходимости. Нам нужно кушать и одеваться. То, что всегда пользуетесь. Я немножко наводящий на вопрос. Может быть, сделать такую продукцию, которая была бы на качестве, да, как инновационной. Такой, какой еще и натуральный. Что-то натуральное. Чистый хлопок, чистая шерсть, чистый кашемир. Это недостаточно. Можно ли ваши продукты на стекло? Вот если вы вокруг этой фабрики поселения рассадили, тогда ваш какой социальный значок? Нет, ну, как мы нужны. Уже принтер есть, который делает шмотки принтером. Давайте спросим. Ну, если что, предлагайте продолжать. Не, я говорю, целебная одежда. Ну, есть такая инновационная? Продавец, вопрос продавцов. Хотим из Канаприи делать одежду. Мы можем продать эту продукцию? Кому мы можем это продать? Мы можем продать эту продукцию. Я считаю, что наша одежда очень нужна. И это не социально значимая идея экономики России. Это очень важно. Производство поддерживает. Политика должна быть послезанно. Политика настолько поддерживает. Поэтому, если мы все усилия политиков и провинцев соединим, то, соответственно, мы можем и китайское производство так и быть. Вот для этого и нужен бизнес-инкубатор. Вести налоги на китайское побольше. Да, в том числе. Решили? Мы договорились. Ребята, пока это не выйдет. Мы подписали точную большую контраку. Но нет. Не наш нотки, да? А мы не видели там. Два лета. Это... Ну, их готовили этот договор. Договор. Два лет. Два лет. Ну, так это немало, да? Да. Они хитрые, хитрые. Мы только думаем, что они не выйдут. Они очень... Да, да. И фабрику мы можем инсталлировать и глобализировать. Так что я тоже знаю. Ребята, нужна идея. Не за чей-то ехать. Здесь вот по этой стране уже все договорились. Глобализация уже исключаем. Глобализация уже не глобализация. Ну, все. Это значит... Не, порой нет. Я в арбитурном. То есть, если... Ну, вот, по-моему, это... Ну, вот, по-моему, это... Новый бренд. Будет одежда нового бренда. Будет сильный бренд, который... Отбить положим ему российскому мобильеру. Вы знаете, создадите и ключи. Что еще? Ну, это ничего нового. Что еще? Да что еще? Что мы ищем? Это реальный бизнес. Это реальный бизнес. Ребята, я в политике. Я вас спрашиваю. Ну, что еще? У меня есть. Для вас, для вас, для вас. Для ваших политики. У нас есть деньги. У нас есть деньги. У нас есть деньги. У нас есть финансисты. У нас стоит там печатный станок. У нас много денег. Но нам не нужны винночные продукты. Нам нужны, нам нужны новые. А винночные продукты, которые сейчас существуют, это... Горбак. Здесь, это интересно. Вы хотите в Китае. Я не хочу сказать. Это инфорк. Это аналог. Горбак? Вы сейчас предлагаете импорт и совмещение. Понимаете? Ну, это... Помещение чев российские товары, на совмещение. Вы пятая колонна? Вы предлагаете, не подсознанное счастье, вы не предлагаете ничего нового, а нам надо новое. А зачем новое? А нам зачем новое? Потому что новое является, ну как то, это международное соглашение, и когда мы создаем новое, это новое подлежит России. И на внешнем рынке, в пользование этой новой в российских продуктах России, в пользование этой новой в России, в пользование этой новой в России. Поэтому мы не берем тех факторов, которые находятся за границей, то есть внешней политики. Для того, чтобы понимать, нам надо рассуждать. Прямая связь у нас из Брянска. Вопросы в студию. Прямая связь у нас из Брянска. Вопросы в студию. Прямая связь у нас из Брянса. Вопросы в студию. Постой, мне кажется, что в студии, 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 в студии. Я предлагаю каждую. Идею, потом конкретную, в студии. Потому что сейчас это просто разливая игра. Каждый высказанный свое мнение с уходом. Это и есть разливая игра. Вы правильно угадали, Брянска. Спасибо, мы продолжаем нашу игру. Меняемся. Нет, просто нету идеи. Нету точки. Обор. Так, должно быть. А почему здесь лишняя бумага? Да. Уже игра идет. Она именно в этом и есть. Ролевая игра. Каждый отстаивает свои позиции. Она позиционика и медийность одновременно. Она вот в этом просто смысл. А не в том, что мы какую-то берем идею и потом ее реализуем. А, отлично. Это про мороженое. Да, да, да. Это и есть медийная личность. По сути. Эффект шоу. Эффект шоу. Эффект шоу больше нечего. Я финансист. Какая идея была идея? Я критик. У меня никаких идей нет. Хорошо. Есть у нас следующая идея в бизнес-инкубаторе. У меня все-таки есть идея. Федеральная идея. Это поселение. Я управление, если у меня есть задача. Экопоселение. 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 Ну, нет, не совсем экопоселение. Это самок. Я маркетолог подписываю с тетритиком. Почему? Потому что, о чем говорит спрос на эту идею. А еще и те, не высказали еще идею. Надо рубить на корнем и в России. Экопоселение. 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 Это модель мышления. То есть, мне, по сути, доказать, я не нуждаюсь в доказательстве. Понимаете? То есть, я человек, который пришел в понимании. Вы не доказываете. Вы осветите. Да. То есть, я вас просто уведомляю. Уведомьте нас. А спросим. Мы о нем не в курсе. А спросим. Это ближе. Вы опять меня сваливаете в спрос. Продолжение у спроса. А я не люблю. Я не хочу даже в эту работу. Управление. Управление. Если это никому не нужно, то зачем об этом вообще говорить? Почему ты никому не нужно? Это бизнес. А почему никому не нужно? Что значит никому не нужно? Это бизнес инфаймер. Кто хочет поселение? Кто хочет продолжать тему идеи экопоселения? Поднимите руку. Я путь. Так вот. Украфики экопоселения. Кто бы вовсе еще раз с чемоданами отсюда выйти и переехать на землю? Да. Раз, два, три. Три. Три человека. Это чушь. Это чушь. Это просто чушь. Я так живу как политика. Давайте что-нибудь другое улучшать. Это стильная фабрика. Это стильная фабрика. Это стильная фабрика. Это стильная фабрика. Уже шесть. Шесть человек? Уже... Уже... Сейчас готовы чемодан взять и переехать на землю. За большинство. Чемодан взять и переехать на землю. Надо дать адреса таким людям, куда можно уже поехать в готовые поселения. Они не оборудованы. Они не оборудованы. Там не не щеку, так как можно оборудоваться. Там можно фабрику создать, там все делать. Разгрузить столицу. А в чем конкретно... Ребята, а почему не школу-то? У кого? У этих людей, которые к этому переехали. Ну, это... Это совокупность для тебя. Думай о ведущей. Потому что школа-это хорошая. Я придумал идеи, как раз, кем утром. Новая идея бизнеса. Ролд, настоящая. Демография. Я как финансист. Я вам как финансист могу сказать. Огромные идеи дела. Бах цирсит. Биллиарды. Для начала. Что мы сделаем? Мы создадим, как бы, областные интересные... Ну, типа вас... Ну, не говорю о Лас-Вегас, но... Типа притяжение, когда людей их создадим. То есть, это не что было такое... Москва, Питер, там... Центры гармонизации. И мы создаем центры гармонии. Да. Центры гармонии. Это очень большие деньги. И вокруг будет эко-поселение. То есть, создастся такое условие, что людям будет туда интересно ехать. Потому что кроме каких-то духовных практик, нам будет все необходимое. Более, более... Более спортивное столице. Да, да, да. Более мальчик. Как в Америке Мемфис. Да, да, да. То есть, мы создадим такие вот центры. Ну, это как раз ведь. А вы... Я найду... Я как финансист, буду решать моменты. И отдохнуть, приедешь. И поиграть, и... Лаконично. Как будет звучать идея Медвеса? Создать культурные бизнес-центры, может быть, подобные... Ну, для притяжения вас людей. Потому что для того, чтобы людям было интересно... Я образно сказал вас, я имею в виду, что притяжение людей должно быть чем-то гарантированным. Людям должно быть там интересно. Москва притягивает деньгами. Здесь должно быть что-то, что... Как, допустим, Тибет притягивает духовность, да? Там, Таиланд, люди отдыхают. Здесь должно быть что-то совокупие. Здесь должна быть духовность, и финансы, и органы. Семьей? Да. Чтобы было всегда всем интересно. Это первое. И второе. Это должен быть суперинвестиционный способ доставки... ...поумников, скажем так. ...поумников сил. И чтобы что-нибудь... Выучить сливая аудитория проекта. Все... Ну, это беги большие. Давай... ...поумников. ...поумников. Таких мест нет. Своих. Это не только... Ни один инвестор не возьмёт. Инвестор возьмёт. Финансист выдает свидетельство. Да. Мудешники пансионеры, они хотят освободиться от этого... ...чада в Москве. На этих пробах. Люди устали от этого. Можно создать альтернативную... Я говорю, по ним такие, от чего вы не срабатываете. А деньги откуда? Из частного, бюджета... Знаете, сколько людей хотят придать денег? Возьми деньги. Но мы им должны обосновать, зачем? Плачем гаражей. Если не бюджетные деньги в бизнесе, то я политика только за. Потому что чем больше... Мы привлечём ещё теневые деньги. Я вот с политикой говорю. Есть теневые деньги, которые уходят от налогов. И мы создадим... Такие... Надо создать такой налог, чтобы людям было выгодно вкладывать в налоги. Когда люди, которые хотят будут идти от налогов, переходят деньги в разные страны, они будут вкладывать, как это в Америке... Я думаю, что это мой первый. Так и надо было писать. Поговорили уже. А какая ёлкость рынка? Ни один инвестор не потянет такой большой тарик по деньгам. Он долго окупает. Но это будет и Российская, там можно курган сделать, чтобы люди с этим фомалификами поиграли. Чем больше стройка, тем парильская сомалифика. И Гольф, чтобы было и бассейн, и Летка будет. Потому что будет много денег. Всё. И там будет... А самое главное, чтобы это принадлежало русское состояние. Они его успокоят. Каждый... И дороги, естественно, не хватит. У нас людей есть. Вот там... Притолог. Извините. Вот что-то скажешь об этом проекте. Я уже повторюсь, я поддерживаю, чем больше люди будут вкладывать, тем больше будет занятость. Политика будет за такие вот проекты. Даже если, может быть, они как-то пойдут не в такие могут, кажется, больше на самом деле. В данной ситуации народ будет занятость. Если государство готово. Политика за какой проект? Мы готовы обсуждать его дальше. Может быть, управленец там. Бизнес будет против каких-то там. Но если же деньги есть, то... А вы не боитесь, что вы потеряете контроль над народом? Народ будет показывать... Тут некие проекты... Кстати, это в первую очередь, что может случиться. Листу, представляете? Они, конечно, не питаются. А потом пункт. Катрисик уже был, Павел, да? Или ты не знаешь? Постоянно. Я абсолютно не доволен. Переходим? Переходим. Не-не-не, пошли. Не-не, ты проходит. Я просто выдаю. Наказывал. Наказывал. Так, тогда я как бы в украшающей начну. Значит, с чего мы продвигаем дальше проекты? Мы продолжаем проект, пока он не избегал себя и пока держится в большом области. Пока он держится? Я как глобализатор могу сказать так, следующее. Во-первых, это будет не только в России, но и по всему миру. Я думаю, в других планетах это уже взяли на вооружение. Я не буду говорить про Альфа-Центаму, там... Да, делаешь точно, да. Везде в Тао-Китай и так далее. Ну, вы все знаете, что приятницы они живут. Но я не буду сейчас это охватывать, потому что это уже все очень интересное. На этой пятилетке мы берем такие державы, как Китай, Россия, Америка, я имею ввиду Южную, Северную, Мексику. Что будет? Будет один большой, ну вы знаете, сверхскоростные такие способы достижения. То есть у нас будут точки притяжения не только материальные, но и во всех спектах. Тогда представьте себе, люди начнут ощутить, что есть альтернатива вот этому ужасному миру. И тогда столицы перестанут так давить на людей. Люди начнут где-то правильно, равномерно распределяться по планете. Тогда каждый человек найдет свое место в жизни. Он перестанет мыслить как ущербного. Я сейчас живу в своей коробке, у меня здесь телевизор. Здесь открытый мир. Мы глобально должны подходить к вопросу. Наша планета должна расти нормально с людьми, гармонично. Мы за глобалистами наблюдаем давно, просчитываем все их денег. И увидели, на последние 15 лет все просчеты своих людей пришли выводы, что это поселение не то, что способны с этим миром. Потому что это поселение. Они не боялись нам не запустили колоссальные деньги. Они не находятся. Они не находятся. Они не находятся. Они сами прорабатывают себе на еду. Они могут дать им на направление. У нас очень нет. У нас приобретают бензин по нашему транспорту. Притяжемой, пока не на земле. Они ничего не употребляют. Они дают только наоборот готовый продукт из себя. То есть дается очень желательно. Скажите мне, черные и досады не стоят. Политик, что думает? Что думает политика? Город – революционное село. Мы все встретимся, стремимся к городам. Это очень высокопередологично. Потому что есть некая технология. Называется струнная дорога. Назвеляющая развивать скорость до 9600 км в час. И она дешевле, чем у нас и спальные дороги. Примерно в 30 раз. Экологию не затрагивает вообще никак. Проводится грудные мастыли, океаны, топи, бобер. Много, где угодно проводится в высшестостях. Поэтому, если объединить такие населения над этим транспортом, то можно буквально за сутки попадать на руку планеты. Очень-очень дешево. По морям тоже. Струны, струны, да. Сейчас есть проект про собрать инвестиции, и мы должны будем содержать согрешение в церковь. Тут нет, это уже стабилизация. Я против того, чтобы жить в простильной тупайке, через галушах, в церковных животных, и, собственно, зацепилизацию, чтобы настоялась какая-то машина, и я могу путешествовать на школу планеты. Я тоже зацеплю, если я закончу с этой фу-файкой. То есть, почему я не лизинка стремлю. Пожалуйста, подаю каждому желающему простреленную фу-файку. Пожалуйста, каждому по потребностям. Вот. Дальше. Есть, что еще? Есть. Возмещаемые или как они источники электроэнергии? Возобновляемые источники электроэнергии. Возобновляемые источники электроэнергии. Это уже доказано в том, что нас освобождает от выкачивания, перехода от выкачивания ресурсов планеты. Объединяемся и здравствуйте. У нас есть системы связи, альтернативные, позволяющие нам интро-сеть сделать интернет, которым будет производиться. То есть, отказаться от текущих провайдеров, и объединиться в том, что мы имеем интернет, который отрывает каждый доступ в вайфайке своего, от своей точки и где мы будем находиться. Мастер, вы говорите вчерашний день. Заболчите. Да. Я не о чем. И будем давать там, что у себя за деньги. Хорошо, хорошо. Если бы я жил в этом мире, я бы уже был рад. Если у вас есть чем оптимизировать, то я готов вас послушать. То же самое. Наука сказала, что не разданет и голограмму. Что можно голограмму притягивать и телепортировать с одной местным другом. Что можно читать миссию. А переходной этап? А зачем? Зачем этаж засанавливать эти вот эти вот... Переходной этап? Я знаю, по концу. Потому что происходит этаж. Пожалуйста, это инстрируйте нам. У меня вот есть работающая технология. У меня есть опытные образцы струны. Возобновляемых. Источников энергии. Мне настолько у меня... А там не написано, что вы деструктивный критик. Понимаете? Критик какой? Давайте вы сейчас конструктивный критик. И будете жаловаться в формате предложения. Это не наследно. Нет, без угроз. Не, у меня вопрос. Вот это эко-поселение. Оно не превратится или не засорит само себя? Как вы сказали, там, вай-фай. А это уже, опять же. Сигналы. Потом еще что-то придумывается. Вас будут пронзать эти непонятные какие-то волны. И уже получится не эко-поселение, а... Я не знаю, что там познавится. А не роботы. Хорошо. Давайте придумаем. Как что-то пронзать. Мы с вами живем на одной планете. Один корабль летит. Мы с вами команда. У меня есть такие соображения. Если увидите какие-то минусы, а давайте их активизируем. Ребята, я понимаю. Карамель – это Россия и мир. Мир восстанавливается. Нет. Если мы здесь восстанавливаем мир, американцы ядерные боевые волны... А если Россия... Давайте все-таки не будем как-то... На весь мир, а все-таки в России. Потому что... Хорошо. Я даже за то, чтобы сделать некое экспериментальное сообщество на локальной территории. Вот. В рамках уже государственной программы развития локальных территорий. Я хочу оформить для наших людей... А про Иссель. А все-таки мы хотим сделатьul. Нет? Как весь мир... Давайте уже путь к Путинам поговорим. Кто может организовать с nóiчем? а если немного крисим. Вот чтобы и не огнешало. Подозрайтесь коэфф, объясните, какой интересный финансовый школьник Корректор Дмитрина. Маркетолог. Да, да. Кто интереснее там собирает, Нет, не нужны все Ваши соображения, как это воплотить теперь. Технологии в разрозненном виде существуют в различных местах. И люди, которые сгенерировали эти идеи и создали из-за своих широколотных образцов, не сейчас. Конкретно, кроме того, Вы хотите всегда какую-то частность взять. Наталья, меня зовут Евгений. Вы хотите музыку конкретно и частно. Проекты, которые взрывают комплекс, мер, боль подразумевают, включают в себя тысячи различных составляющих жизни, включающих все аспекты людей человека. Понимаете? Концентрируясь на одной частности, мы теряем вас управлять. Нет, я не понял, это болезнь. Нет, я хочу жить счастливым, благодаря потребностям всех. Технологичным болезням. Нет, можно я поясню? На самом деле, вот что имеется в виду. Есть определенная система, которая уже изжилась в себя. Всегда новую систему в жизни человека. Человек как часть этого мира, который будет взаимосвязан при всему миру, благодаря новым технологиям. То есть это будет эко-поселение, которое будет в себе совмещать какие-то старые формы, но на принципиально новом духовном основании. Да, и как-то нацист я считаю, что мы думаем, конечно, не внимательно, что люди это разрознены. А если они будут объединены ресурсами, идеологией, правильной соцсетью, платформой, ну и гораздо больше времени, как он в ресурсе будет до бензина, больше без... Такого бензина не будет, надеюсь, уже альтернативным. Да, потому что... А вы не задумывались, почему до сих пор новые, альтернативные виды электроэнергии, они не пошли... Как-то и не сдавались? Да, конечно. Да это всем известно, потому что нет. Но есть другой факт. Есть другой факт. Нет объединенных людей, которые мы сядут в определенную. Вот что мы с одной стороны. Нет. Всех это разделяет. Они, если объединятся, народ, то вы не представляете, что такое. Просто, даже не говорю уже о миллионах, то есть десятки тысяч объединятся, то вы увидите, потом весь народ скажет да, и пройдет новый мир. У меня такой вопрос, как вы упрашиваете. Я извиняюсь. А в эко-поселениях у вас будут деньги или нет? Взаиморасчеты, как вы будете производить? Ну, безусловно. Ну, безусловно, не в то время. У нас есть жизнь. Что у нас есть в наше время. То есть я издачу время на свою семью и детей, гостей, общество дает какое-то время, да? То есть вот я что-то призываю на такую ценность. Отдачу на это час времени, два часа, да. То есть что дело стоит на эту свою ценность? То есть мы отменим этот факт времени. Угу. Я понимаю. Но это, по сути, у вас эта единица времени, она превращается в своеобразные деньги. Эквивалент. Эквивалент денег. А там, где деньги, там уже все будет развалиться. И там могут быть талоны. Нет. А талоны... От управляющих я против вот этого. Потому что есть система сейчас. И легче руководить эту систему, чем сейчас создавать вот это время и еще талоны. Я, как голуболизм, могу сказать так, что деньги на определенный этап, они будут существовать. Но в будущем, когда мы перешагнем в определенный этап, то есть, когда мы полюбили эту скорость. И каждый человек осознает, насколько мы можем просто мыслими создавать реальность. И тогда деньги, они перестанут так управлять нами. Как говорите, мы встанем с коллег и начнем создавать новый мир именно сотрудничество. Так очень сложно управлять мир. Никакого надо. Я очень боюсь, что люди есть под контролем. Если есть тайная система управления ресурсами. Управление ресурсами. Управление ресурсами. Знаете, какое будет это проблема? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Может уже все были на этих ролях? Я уже по второму... Я уже не был. А, да, подарить еще не было. Я, честно говоря, уже подустал. Я тоже знаю. Утомление уже. Либо перерыв, либо перенос. Готов притягивать. Мы подождемте, давайте посмотрим, у вас еще осталось 20 минут. В 20 минут мы просто доиграем все эти роли, потому что сейчас я расскажу правила, какие должны были быть, или те бонусы, которые каждый должен будет встрыть. Игра называлась «Медийный тренинг-игра». Она заключается в том, что каждый человек становится медийной личностью. Это значит, что он должен уметь перетянуть на себя одеяло с любой позиции. Это я уже рассказываю тот бонус, который каждый должен был найти. Но, к сожалению, здесь у нас только единицы, которые смогли себя проявить. Но это уже тоже хорошо. Поэтому, если в следующий раз вы захотите принять участие в этой игре, то медийный человек, это неважно с какой позиции, неважно с какой идеей, он ее несет, он ее двигает, он готов ее рассматривать, чужую идею, с разных углов, тогда мы понимаем, что у него многогранно развитое сознание. Все со мной согласны. То есть продавать изо всех позиций? Продавать изо всех позиций, неважно что, неважно как. Разговор идет только о медийной личности. О медийной личности. Нет, что кто-то там кого-то прищемил, или кто-то кого-то уезжал. Но, в конце концов, это, ребята, ваши слабые позиции. Они будут не только здесь, они здесь только проявляются. Но они будут в мире. Они будут везде, во всех институтах, в институтах власти, в институтах, и на телевидении, и в больших группах. И это может быть любое сообщество. Эти идеи нужно уметь отстаивать. Это и есть характеристика медийной личности. Мы никогда не увидим медийную личность, которая сидит... Нет, конечно. Мы увидим сразу актив, актив, энергия, 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 эмоции, эмоции, эмоции. И в конце концов, я задал вопрос. Что двигает людьми, идея или человек? Вы сказали, что идея. Мой ответ – это человек. Человек является тем, кто может двинуть эту идею. Нет человека, какая бы идея прекрасной ни была, она никуда не двинется. Она так и останется и день, на колпах, где угодно. Человек. Человек. Поэтому поздравляю с новым сегодняшним тренингом. Давайте подстепенно закончим. Анастасия написала книгу, которая и достроила это все поселение. Без личного, без личного участия. Этого человека, который... Она из леса ни разу не вышла. Ни разу в жизни. Так она и была. Анастасию кто-нибудь видел? Никто не видел. Ну вот о чем мы говорили. Ну и что? Бога тоже не видел. Есть игры в видео. Есть игры в видео. Акушку тоже никто не видел. Который нашел дуб, Медитировал под этим дубом, придумал, что каждому надо дать по кусочку этого дуба, и у всех будет все ништяк в жизни. Бога тоже никто не видел. Слушай, все-таки в этом человеке, который двигает другие, есть идея, и он заряжен живой идеей. Вот, конечно, мы так. Я и вижу. Это мой правый вопрос. Да. Но важен самим человеком. И я каждый день. Важен, что в Ютубе. Могом, я же во-вторых себя. Только от идей. Он питает. И возгорается он только от идей, но они идеи самые гладые. Мы можем накидать идеи для человека, и накидать идеи те же самые. А целиком они возрастут. И это уже будет лидер, который сможет нести эту идею. Но кто-то есть такая девушка Анастасия. А я финансистом не собираю. Ну что ж. Поздравляю вас всех. Игра закончена. Первый пробный. Какие баллы есть у нас? Приз? Рейтинг. Есть рейтинг? Есть, конечно. Каждый посмотрит видео, посмотрит, где в каких позициях он проваливается, где он сам теряется. И относительно...